Привет, друг! Меня зовут Джон Кармилицин. Это 23 новостной CG-выпуск с новыми обновлениями, событиями и технологиями. Adobe выкатили обновление Substance Alchemist 2020.3. Мы в курсе, что многие путают приложение Substance от Adobe, поэтому в двух словах расскажем, для чего предназначен Alchemist. Он предоставляет возможность создавать обширные коллекции материалов на основе обработки сканированных изображений и фотографий. Ну или же можно комбинировать и редактировать уже имеющиеся материалы. Substance Alchemist — это смешивание поверхностей, преобразование изображений в 3D-материалы и встроенные фильтры. В версии 2020.3 теперь можно автоматически создавать маски Opacity для текстурных атласов. Также добавили новые фильтры Colorize, Warp, Noise и новые фильтры для нанесения царапин или отпечатков пальцев. Обновили Image to Material, основанный на искусственном интеллекте. Это улучшение позволяет добавлять различные вариации Routness на основе кривизны. Включили новую систему создания эскизов PBR, представленную на Substance Designer. А это, в свою очередь, программа, предоставляющая полный контроль над материалами и текстурами. Substance Designer — это процедурное создание материалов, рендеринг, освещение и нодовая система, которая расширяет возможности комбинации настроек. И еще, в обновлении 2020.3 любые миниатюры материалов, созданные в Substance Designer, теперь будут отображаться и в Substance Alchemist. Также об экосистеме Substance. В библиотеке материалов Substance Source появился новый контент. Добавили архитектурный набор из 15 материалов. По ссылочке в описании найдешь небольшую информацию по их созданию. Среди бесплатных активов в доступе лежат растения и именной герб на дверь. Да, вот такие дела. На конференции Adobe Max представили новые разработки для работы в 3D и 2D. Самое интересное — PhysicsWiz. Это инструмент компоновки, основанный на реальной физике столкновений. То есть это внедрение в систему интуитивного ощущения физических манипуляций. Проще говоря, PhysicsWiz необходим для создания взаимодействия непересекающихся объектов, которые ведут себя как их реальные аналоги. Также показали Scantastic для захвата объектов в реальном мире с совершением минимальных манипуляций от пользователя. Наглядно описали систему 2D+, для превращения 2D-объектов в иллюстратор, в так называемое ложное 3D. Это 2D, но и не 3D. То есть на рисунке добавляются тени и он становится объемным. Функционал основан на векторном рисовании. Также рассказали о Comic Blast для создания комиксов. Программа основана на базе Adobe Sensei и имеет простой интерфейс. Помните, в одном из выпусков мы говорили про AppSynth для создания стилизованного видео? Так вот еще в конце августа вышла новая бета-версия. Ссылочка на скачивание в описании. Повысили производительность, экспорт данных можно осуществлять сразу в After Effects. Нововведений не особо много. Программное обеспечение Rococo Studio обновили до версии 1.18. Это софт для обработки данных захвата 3D анимаций персонажей в реальном времени. Добавили новый плагин Realtime для Houdini 18.5. Плагин был создан в сотрудничестве с командой SideFX. Ссылочка в описании. Вышла Katana 4.0. В обновлении появилась новая система освещения. Пользователи теперь могут освещать сцены, щелкая непосредственно на поверхности объектов. Обновили технологии поддержки USD. Katana теперь может отображать мниатюры в заданном пользователем размере. Можно выбрать два изображения, которые будут отображаться бок о бок в большем разрешении и сравнить их или две части одного изображения во время работы. Включили Katana Key. Это система, разработанная для очередности рендеринга. Позволяет максимально использовать систему для многозадачности. Обновленная технология просмотра Hydra обеспечивает лучшую точность и производительность. Ну и еще очень много новых фишек по ссылочке в описании. Все, выпуск точно не уместится. Компания Mercenaries Engineering выпустила автономный инструмент для 3D-анимации под названием Roomba. По словам разработчиков цитирую, Roomba разработана с нуля и делает процесс анимации быстрым и интуитивно понятным. Функционал программы позволяет управлять позированием и анимацией персонажа с помощью манипуляторов. Причем работать можно с любой выбранной частью модели. Roomba предлагает инструменты временного редактирования, ну например такие как изменение позы с несколькими кадрами. Программа совместима с Maya. В последнем обновлении улучшены инструменты настройки оснастки в Maya. Больше информации найдешь по ссылочке в описании. Boris FX выпустила Continuum 2021. Это обновление своего набора эффектов для композитинга и редактирования. Они описывают его как самый большой выпуск за историю их существования. Сюда входит обновление для Primatte Studio и Title Studio, где добавили новый встроенный инструмент Edge Cleaner, предназначенный для сглаживания грубых краев в видеоряде с зеленым фоном без ухудшения чистых краев. Particle Illusion теперь может испускать частицы в 3D. Существующие системы 2D-частиц можно преобразовать в 3D одним щелчком мыши, ну и есть новые предустановки для движения 3D-камеры, включая вращение или панорамирование вокруг частиц. Самым большим изменением в Continuum 2021 стало добавление The Cinematographer Toolkit. Это коллекция из более чем 80 эффектов, полученных из Digital Film Tools, которую приобрел Boris FX в прошлом году. Если честно, мне кажется, что половина эффектов, которые присутствуют, что у Red Giant, что у Boris FX попусту не нужны, ну или присутствуют только для количества. Напишите, что вы об этом думаете. Пользуйтесь всеми эффектами, ну или вообще работайте без этих плагинов. Autodesk выпустила Flame 2021.2. Эта программа предоставляет инструменты для 3D-композитинга и создания различных визуальных эффектов. В обновлении повысили стабильность функций, основанных на искусственном интеллекте. Новый Sematic Air автоматически изолирует любой объект в ограничивающей рамке. Этот выпуск значительно увеличивает скорость работы на тайм-линии в крупных проектах и сложных сценах. Кроме этого, улучшено кэширование и оптимизировано создание эскизов раскадровки. Также теперь доступен новый макет пользовательского интерфейса, интуитивно отображающий все инструменты, имеющиеся в распоряжении. Добавили новый инструмент поиска, который позволяет пользователям быстрее добавлять ноды. Еще изменили некоторые сочетания клавиш и всю подробную информацию, конечно же, найдешь по ссылочке в описании. Опять Autodesk, только теперь Arnold Renderer. Обновили его до версии 6.1. Были добавлены новые ноды для постобработки, включая экспозицию, коррекцию цвета и баланс белого. Улучшили поддержку файлов USD. Внесли новую функцию для более физически точного отражения и преломления лучей в жидкостях. Это позволяет получить более реалистичную визуализацию в таких примерах, как стеклянные контейнеры с жидким содержимым, пузырьками или кубиками льда. Время на рендеринг сократилось за счет частичной подгрузки текстур. Ну и в общем-то все. Информацию по обновлению 3D Grounds выпустила скрипт для 3ds Max, который объединяет несколько инструментов для быстрого исправления сток-моделей. То есть моделей, которые взяты хрен знает где, либо на качественных платформах. Он позволяет мгновенно копировать и вставлять выбранные модели между программами 3ds Max, а то есть их версиями. Далее работая с Turbo Smooth, ты сможешь подобрать модель по размерам, исправить геометрию, группировать и разгруппировать объекты, переместить модели в центр сцены, присоединить выбранные объекты, переименовать текстуры, материалы, объекты, группы и т.д. Проверить на наличие ошибок и многое другое. Проще говоря, с помощью него все засранные модели со сторонних ресурсов можно оптимизировать для работы. Для рендермен ты сможешь скачать бесплатный пакет материалов. Файлы упорядочены по категориям и легко открываются во встроенной библиотеке рендера. Полная инструкция по установке лежит по ссылочке в описании. На Gumroad лежит пак из 32 текстур акриловых красок высокого разрешения. В набор входят сканы в формате JPEG с несколькими различными типами кисти. Всего два пака и стоит всего лишь по 2$. Тем временем дополненная реальность выходит на новый уровень. Французская компания Interhaptic выпустила пакет Haptic Composer и Interaction Builder, предназначенные для разработки и интеграции тактильной обратной связи в проекты смешанной реальности, что повышает удобство работы с цифровыми объектами. Для чего эта технология? Для игр, в которых можно повысить степень погружения. И пользовательский опыт с помощью тактильных ощущений и иммерсивного взаимодействия. Для интерактивного обучения, где важна практическая отработка навыков. Для различных исследований, где тактильное взаимодействие повысит вовлеченность, но еще множество различных направлений. В сентябре завершилась стадия бета-тестирования. И вся система уже есть в продаже. Haptic Composer — это инструмент, который позволяет создавать собственные материалы, вибрации и жесткость. Также в планах разработчиков стоит еще и проведение теплопроводности. Плагин Interaction Builder позволяет интегрировать всю систему иммерсивного погружения с 3D-движками. На данный момент работает с Unity и вскоре времени будет совместима с Unreal. Поддерживает многие VR-гарнитуры. Команда Interhaptics сотрудничает уже с несколькими компаниями. И будущий масштаб использования тактильных ощущений уже поражает. Спасибо, друзья, за просмотр. Обязательно подписывайтесь, для нас это очень важно. Наши новости выходят каждый понедельник. Залетайте к нам в Telegram-чат, там у нас активные беседы. Спасибо и до новых встреч!